А хотел бы ты пообщаться с подобным аватаром в чате, а? Или сделай себя виртуально в своём телефоне. Но эти функции доступны только в самых топовых смартфонах. Эх, поэтому... Быстрее устанавливай приложение Amina, запускай его и делай в точности как я. Ищем с тобой любимое сообщество по игре, Майнкрафт или Роблокс, в моём случае Роблокс. Вступаем в это сообщество, если ты ещё не вступил. Переходим в чат и начинаем общение посредством аватар-чата. Если тебе не нравится быть жабой или призраком, ты можешь всегда сделать свою виртуальную копию. Ну, или сфоткать своего друга или учительницу, сделать их виртуальными, приодеть, разукрасить как твоей душе угодно и наслаждаться в аватар-чате. Надеюсь, ты понял, что с этим делать. Все ссылочки в описании. Микс, 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 он там! Быстрее туда! Короче говоря, пчеловод. Зашёл в игру и офигел. Какой чудной мир. Травы с цветами просто по пояс. Сразу же чуть не отхватило пухлой божьей коровки за то, что топтало её цветы. Немножечко, буквально так, припух от размера грибов с пятиэтажным зданием. Забрался на один из мухоморов, чтобы сделать суфачок. Нашёл огроменный подсолнухи. Хотел набрать семек, дорожки пощелкать, но семечки оказались больше, чем мои карманы и руки. Ага! Спалил чувака, который следил за всеми нами. Встретил чрезвычайно доброго медведя, который звал к себе, чтобы надавать квестов. Выяснил, что всем этим миром заправляют медведи. Даже за кассой стоял медведь. Фух. Передохнём от увиденного и продолжим. Подбежал к своим сотам. Увидел, что они совершенно пустые. Ну, разве что у меня была одна единственная пчела с горящим пуканом. А она, между прочим, постоянно норовила от меня смыться. Да ну нафиг, жарень какая, я пошла в тень. Эй, а ну вернись, ты у меня одна единственная. Кто мне помогать будет? Наконец-то вытащил пчелу, пошли к медведь за квестами. Пошли с горящим пуканом выполнять квест. Достал лопату и начал выкопывать цветы. Пукан мне тоже помогал. Ау, блин, что я вообще забыла здесь? Накопали полный мешок цветов. Принесли его в улей и начали разгружать. Красный пукан сказал. О, что-то мне лень, может ты сама? Я ей сказал, что если она не начнет, то на зиму останется без меда. Запорхала как миленькая. Решил прикупить еще пчел. Пошел в магазин. Узнал, что пчел продают в яйцах. В здоровых таких куриных яйцах. Посмотрел на свою гигантскую пчелу и подумал, что это нормально. Денег, к сожалению, на покупку яйца не хватало. Пошли с пуканищем копать цветы. Принесли цветы медведю. Он сказал. Найс дёп, медовуха. Дал нам 200 золотых еще один квест и мы ушли копаться в цветах. Пришли сдавать цветы. Красный пукан сказал. В пекло все, я спать. Два часа потратил на то, чтобы разбудить эту маленькую заразу. Проснулась, начала разгружать. Зашли к яйц-вдовалке. Купили одно яйцо. Посадили это яйцо в соту. Красный пукан выхаживал и у нас появилась еще одна пчела. Обыкновенная. Красный пукан предложил дать допинга новорожденной пчеле. Допинга у меня не нашлось, поэтому пришлось дать желе. Новорожденная пчела сразу же мутировала и превратилась в радиопчелу. Добро пожаловать на радио Пчелиный Рой. Сегодня у нас в студии Красный Пукан. Отправились наши безумные банды искать приключений. Случайно нарвались на огромных насекомых. Поблагодарил своих отважных пчел за то, что спасли меня от этих огромных гигантских насекомых и отправил их немножечко поспать. Когда пришел к сотам, пчелы уже проснулись и помогли мне растаскать мой рюкзак набитый пыльцой. После разгрузки решили сбежать в магазин и прикупить новых инструментов. Ассортимент был небольшой, но все-таки пришлось немного попотеть с выбором. Купили в итоге грабли. Во! Посмотрели мы на эти грабли и подумали, что это больше похоже на руку-чесалку, чтобы чесать себе спину. Пошли проверять грабли. Загребает офигенно, как и положено загребущим рукам. Забежали к Мишке отдать товар, получить денег. Бизнес цветами хорошо попер. За вырученные деньги было принято решение купить новый контейнер. В итоге купили какую-то банку с сахаром. Ну, вроде выглядит нечеток. Пчелы начали возмущаться, что прибавилось очень много работы. Наша рабочая нагрузка возросла, но заплатят ли нам больше меда? Остается вопросом. В студии Радио Рой была ваша любимая радио пчела. Сходил снова к медведю и выпросил у него немного денег. На эти деньги купил еще одно пчелиное яйцо. Вырастили новую пчелу. Теперь настало четверо. В последний раз, когда был у медведя, он попросил следующее. Да, нужен синий цвет для моей синей медовухи. Пошли с пчелами искать синюю поляну. Наконец-то ее нашли. Вдруг закричали пчелы. Эй, братва, налетай на жука, нашего пасеченька лупят. Пчел быстро ушатали жука. Да, пришлось им выдать двойную порцию меда вечером. Спокойненько приступили к сбору синих цветов. Собрали кучу синих цветов. Отдали все медведю. Он был в шоке и просто пипец. Так, если соберете мне три разных вида цветов, дам вам серебряное яйцо. Ну, что сказать, пасечнику лишними яйца не бывает. Поэтому пошли собирать. Но сперва зашли к медовому бойлеру. Ведь нам от клуба полагается каждый час по 500 меду. Подзаправились немножечко и пошли на поляны выкапывать цветы для медведя. Между Гейлом накопили еще денюшек на одно яйцо и пошли его купать в яйцевыдовалке. В наш пчелиный полк прибыла еще одна пчела. Итак, встречайте новобранца. Обычная базовая пчела. Всем роем отправились выкапывать оставшиеся цветы для медведя. Спустя некоторое время мы насобирали ножницы. Нужное число цветов для нашего медведя. И пошли их сдавать. Невероятно, ты собрал все. Вот, держи свое яйцо. Посадив это яйцо, мы получили морозную пчелу. Морозную свежесть надо. Теперь на шестеро. Ну, считай меня. Подумал я и принял решение идти в новую локацию. Я зашел и увидел огроменного черного паука. Вначале я думал, что он не вылезет из травы. Но он выскочил на меня. Пришлось натравить на него всех своих пчел. Погуляв по второму уровню, я заметил желе. Нужно было за ним лезть. Достал желе. Пчелы чуть не сожрали меня вместе с этой банкой. Встретил еще одного медведя. Панду. Тоже давал кисты. Решил с ним поговорить. Ты любишь жуков? Я их ненавижу. Раздави для меня парочку штука. Что не сделаешь для медведей. Пошли разбираться с этими жуками. Вначале разобрались с синим жуком. Потом по пути еще и с пауком. И наконец добрались до божьих коровок, которые отжали малину у медведя. Из-за которых медведь так сильно не любит жуков. Зашли обрадовать медведя. Он сказал, что здесь еще куча жуков, и ему нужна наша помощь. Пообещал ему вернуться и помочь. Но сперва мне нужно было вернуться и разгрузить цветы. Вернулся к сотам. И сразу же разыграл баночку жиле между пчел. Вывелся новый вид пчелы. Я лучшая пчела. Хип-хоп. Ага. Быстрее доставляю. Быстрее собираю. Лучший во всем. Ага. Прозвал эту пчелу понтовая пчела. Такие вот дела. Короче говоря, пчеловод. Добро пожаловать на радио Пчелиный Рой. Сегодня у нас в студии пантовая пчела. Спасибо, бро. Ага. Ага. Я лучшая пчела. Я знаю об этом и хвастаюсь этим. И пусть завидует. Ведь я кручусь, верчусь на районе какоса. Ага. Ага. Подпишись на канал. Поддержи наш хули. Стань одним из нас. А лучше стань, как я. Резким какоса. Оу, да. Пчелы зажигай. Кручусь, верчусь. Пыльцу доставляю. Мед собираю. Людям помогаю. Сладкую жизнь устроить помогаю. Ага. Ага. Е-е. Порхаем крылышками. Ребят, давай, жгите. Не будьте трутнями. Поставьте лайкосик. Напишите комментарий. И все будет хорошо. Одни вот, ребята. С вами была Бантовая Пчела. Е-е.